всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня мы свяжем с вами шапочку вот такую вот самую простую резинкой 2 на 2 шапочка удлиненная но ее можно также носить и с отворотом смотрится отлично и так и так вот эта шапочка отлично подойдет на обхват головы 54 56 сантиметров она в принципе растянется и на 58 но единственное и и наверное сантиметра на полтора сделать просто подлиннее немного так вот у меня шапочка уже после стирки с закрытой макушкой полностью вся вот ее длина 27 сантиметров от начала и до конца на обхват головы там 58 примерно сделайте 28 с половиной и будет идеально я сначала ее мерила просто с торчащей макушкой но куда отвернула получилась обычная классическая красивая шапка и так давайте приступим к ее вязанию вязать шапочку я буду из таких вот ниточек это на к в составе 25 процентов шерсть 75 акрил здесь в 100 граммах 120 метров рекомендуемый размер спиц 67 ну я буду вязать на пятерке чтобы она так поплотнее было цвет номер 24 06 цвет такой очень красивый пыльно-розовый вязать я шапочку буду резинкой 2 на 2 раппорт узора резинки 2 на 2 4 петельки поэтому нам нужно набрать количество петель для шапочки кратное 4 я наберу 72 петли плюс 1 для соединения в круг то есть 73 петельки набирать буду обычным классическим способом и так наберем 73 петли все набрала петельки распределила их по спицам обязательно смотрите чтобы у вас нигде ничего не перевернулась если вы соедините в круг у вас вязание развернулась перевернулась где-то вам придется все распускать и соединяем круг с левой спицы петельку переснимаем на правую и вот эту вот первую петельку набрасываем на переснятую и спускаем таким образом мы соединили вязание в круг и у нас одна петелька сократилась теперь мы начинаем вязать резинку один на один это то есть ой 2 на 2 1 2 лицевые 2 изнаночные и повторяем 2 петельки лицевые и 2 изнаночные вяжем мы так до конца ряда вот я провязала до конца ряда можете повесить маркера можно и не вешать здесь не особо он важен просто вот по этому кончику будете понимать что ряд закончился и теперь второй и все последующие ряды мы вяжем над лицевыми петельками лицевые над изнаночными петельками вяжем изнаночные то есть мы вяжем по узору полотна так вяжем высоту ой даже не могу вам сказать сколько сейчас сантиметров сантиметров может 25-24 не знаю я свяжу померяю на себя и потом скажу вам сколько я сантиметров провязала и мы будем вместе закрывать макушку так давайте вяжем я провязала нужную высоту мне шапочки у меня получилось 23 сантиметра у вас может быть любая все вот у меня кончик здесь я начала вязание и теперь приступаем к убавкам давайте сейчас повесим маркер чтобы не спутаться и смотрите у нас идет резинка до 2 лицевые 2 изнаночные лицевые петельки мы провязываем как 2 лицевые а вот 2 изнаночные следующие нам нужно провязать вместе 1 изнаночной просто провязываем за передние стенки 1 изнаночной повторяем 2 лицевые 2 изнаночные провязываем вместе изнаночной петлей опять 2 лицевые и 2 изнаночные провязываем вместе 1 изнаночной так мы вяжем до конца первого ряда провязала я первый ряд до конца второй ряд мы вяжем просто по рисунку без всяких убавлений то есть вяжем 2 лицевые 1 изнаночная повторим 2 лицевые 1 изнаночная вяжем так до конца ряда так вяжем третий ряд с убавками здесь мы будем сокращать лицевые петельки смотрите я вижу классикой петли кто вяжет классикой нам нужно и будет развернуть чтобы провязать за задние стеночки кто вяжет бабушкиным способом вам их разворачивать не надо они именно так у вас будут на спицах смотреться и так вяжем 2 лицевые за заднюю стенку лицевой 1 изнаночная опять петельки разворачиваем и провязываем вместе за заднюю стенку 1 изнаночная опять развернули разворачиваем их для того чтобы убавки красиво смотрелись если их просто провязать за переднюю стенку лицевую бабочки будут плохо смотрится вяжем так до конца третьего ряда четвертый ряд провяжем также самостоятельно без убавок просто по рисунку и встретимся в пятом ряду пятый ряд с убавками нас идет 1 лицевая 1 изнаночная нам нужно лицевую изнаночную провязать вместе 1 лицевой для этого мы лицевую опять разворачиваем и провязываем 2 петельки вместе за заднюю стенку 1 лицевой опять лицевую развернули и провязали вместе за заднюю стенку 1 лицевой опять лицевую развернули провязали вместе за заднюю стенку и так мы вяжем до конца ряда провязала я 5 ряд и 6 провязала без убавок просто по рисунку и теперь 7 ряд у нас идут просто лицевые петельки опять петельки разворачиваем и провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стеночку вы смотрите кому неудобно может перейти на чулочные спицы я вот просто вот так вот вытаскиваю леску и вяжу макушечку на круговых спицах не так удобнее и быстрее 5 развернули провязали так провяжем мы до конца седьмого ряда все и провязала до конца ряда 3 6 меня 9 петелек осталось обрезаем ниточку сантиметров 15-20 оставив и при помощи иглы или крючка чуть иголочку просто потеряла так то я обычно ей мы стягиваем макушку нам нужно через все петельки ниточку потащить буду делать крючком все за камерой я ниточку поделать через все петельки то это крючком неудобно да тут еще на весу то чтоб над камерой вот про дело и мы ее теперь просто затягиваем макушечку вот так у нас получается такая аккуратная красивая ниточку нам нужно будет вывести на левую на изнаночную сторону шапочки и здесь ее закрепить все так вот будет выглядеть макушку останется шапочку обязательно постирать все петельки разгладятся также нужно будет спрятать ниточку вот начального ряда смотрите ее как прячу и и прячу по изнаночной стороне вот сначала в петельке вот по этой сторонке идут в одном направлении запутывайте потом в обратном и у вас никуда ниточка потом не денется но это я делаю при помощи иголки я потом углу найду и сделаю все надеюсь видео вам понравилось шапочку вы свяжете у вас все получится это самая простая на шапочка идеально для начинающих всем пока не забывайте подписываться на канал если остались какие-то вопросы задавайте в комментариях постараюсь всем ответить